Вообще очень страшно, если честно, делать, пока ничего не появляется. Стоит всего 39 рублей, и здесь 10 ампул. Я начинаю. Легкое покалывание есть. И это открытие. Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. Сегодня у нас будет экспериментальное видео, которое я еще не снимала, но очень хочу попробовать. Вот, моей коже пора уже очиститься как следует. И у меня нет совершенно времени и лишних денег идти к косметологу. Поэтому мы сегодня будем делать голливудский пилинг в домашних условиях. Для этого нам понадобится кальцияхлорид. Вот такой вот он есть в ампулах. Он стоит всего 39 рублей, и здесь 10 ампул. Нам понадобится, наверное, одна или даже половинка одной. То есть, если 39 мы разделим на 10, то получается... Сколько получается? Я не могу быстро посчитать. Нет, 0,39... 10... Так, 390... 390. 390 получается одна ампула. Правильно я посчитала? 390. 390. 3 рубля 90 копеек. И мыло, которое тоже стоит... Вот оно, ценник. Вот оно, ценник. 39 рублей. Мыло... Крем-мыло детское. Ушастый нянь. Мы возьмем. Почему я выбрала это... Вымя. Почему я выбрала это... Почему я выбрала это мыло? Потому что я посмотрела парочку обзорчиков. Вообще, это видео не так давно... Хотя уже давно снимала наша скромняшка Крис. По-другому, Дольче Крис. Она там очень подробно описывала, как и что. Я хочу, чтобы было все намного проще. Я посмотрела ее видео. Мне было интересно посмотреть. Оставлю ссылочку на ее видео под видео. Дальше я пошла еще смотреть голливудские пилинги, кто делал. И увидела там парня, который на лице не тестировал, но он просто показал, как это на руках. И он взял ушастый няунник. Говорит, лучше... Говорит, лучше возьмите детское мыло. А потом сказал, что все равно щелочь для лица. Типа вредно. Поэтому вместо мыла мы еще с вами попробуем сделать вот такую пенку. Я подумала, а что мыло нам нужно тоже его там разводить как-то с водой там, да. И возьмем вот такая пенка. У меня есть обычную любую пенку. Вот именно пенка здесь будет. Мы попробуем ее вот с этим вот кальциохлорид. Да, его возможность назвать нормально, а не как-нибудь по-другому. Так и вот, что я тут уже накапала. Так и вот, так и вот. А, он еще сказал, что типа детское мыло лучше на лицо не наносить. Блин, мы попки детские моем детским мылом. Правильно? Тут с алоэ верой, подорожником. Как оно может быть вредное? Я уверена, что оно не вредное. Поэтому мы сделаем с ним и сделаем с пенкой. И посмотрим, как оно работает, что лучше. Потом мы сделаем с вами масочку из зеленого чая. И закрепим все это нашим корейским крепушком. Итак, поехали. Я открываю кальциохлорид. Вообще очень страшно, если честно, делать. Но что поделать? Надо делать. Вот такая вот в пластике. Вообще она есть еще и в стекле. Наверное, может быть в стекле дороже. Но мне кажется, куда дороже 39 рублей. Может быть, упаковка и 10 рублей будет стоить. Ну и хорошо, что у нас в пластике, у нас тут дети. Не надо нам стекла разводить. Взяла я диски ватные. Взяла я... А, еще я Боню посмотрела тоже, как она делает этот пилинг. Взяла, налила сюда теплой водички. Сейчас мы мыло откроем. А я что, сразу буду на лицо делать? Я вообще хотела на руку сначала сделать. Вдруг у меня аллергия тут пойдет. Мылка пахнет, но есть мыло и пахнут получше, чем детский мыло. Поехали. Вкусно? Это детское мыло уж остыняй. В общем, я хочу его просто вот сюда в водичку положить. И пусть оно немножко, как бы, знаете, раскиснет. Мы потом будем его просто вот так водить по лицу. Да? Так, дайте поудобнее сяду. Ой, чтобы, знаете, приготовиться бежать. К ванну там или куда. Итак, что мы делаем для начала? Давайте полежит сейчас это мыло немножко. Я пойду пока малому носу закапаю. Итак, я беру, открываю вот эту вот ампулу. Вот так она выглядит. Мы ее просто вот так поворачиваем и все. Очень легко. Там я смотрю наносили на разные блиндиски. Короче, не получится с одним, нанесу другой. Вот так вот пропитываю, как следует, аж капает. Ну что, я сразу на лицо? Нет, давайте на руку, я очкую все-таки. Вот так вот на руку делаю, да, вот прям много. Теперь беру наше мыло, достаю. Стряхиваю его вот так вот. И вот так вот. Вот так вот делаю. Вот тут мыло у нас появилось, как бы, да, видно, что мыло есть. И начинаем вот так массировать. Массирую, массирую. И как бы чувствую, да, под ручками. У-у-у-у-у! Вау! Какая прикольная тема! Легкий пилинг! И вроде ничего страшного не происходит с моей рукой. Она не краснеет и не отваливается. Слушайте, легкий-легкий, прикольный пилинг. Офигеть, как прикольно! А давайте попробуем теперь этот же диск, он еще мокрый. Давайте попробуем с другой стороны пенку нанести. Ну-ка, что с ней будет происходить? Потому что пенка эта, она действительно ухаживающая, очищающая там еще. Будет ли реакция у нас такая же? Или это только с мылом? Пены много прям, да? Хотя я одно нажатие сделала. Пока ничего не появляется. Может, мало? Много пены, мало это. А если мы капнем прям сюда? Опа! Ну-ка! Нифига! Нифига не получается с пенкой! Может быть, очень много пенки я сделала? Короче, нет. Вот здесь, да? О, так высохло теперь. Вот прям конкретный пилинг. Но он такой меленький, такой, знаете, вот как не скраб, а прям реально меленький пилинг. Обалденно! Ну, а тут, конечно, нет. Просто пенка все заглушила. Сейчас я пойду помою руки, и мы сделаем с вами личико. Слушайте, ну это реально какой-то супер-мега-интересный способ, да? Мне очень нравится. Итак, я очистила свою кожу до этого, просто помыла его пенкой. И ничего больше не сделала, ни тонера, ни крема, ничего. Поэтому сейчас оставшиеся это все мы работаем с той же ампулой. Мы ее опять пропитываем чистеньким уже, да? Я вот так вот подвину сейчас все. Наношу это вот так вот обильненько. Обходим зону вокруг глаз, конечно же. Поближе вас сделать? Ну ладно. Вот так вот. Все это делаем. Давайте еще и шейку сделаем. И вот здесь все сделаем. Там вроде бы на фотках все краснели. Но у меня рука не покраснела. Она даже посветлела, как-то красивая стала такая. Сейчас смотрим, как она все здесь. Так, у меня здесь ничего не осталось. Я приготовлю на всякий случай еще одну ампулу. А то мало ли. Теперь вот смотрите, у меня здесь уже, знаете, немножко как под откисло мыло. Оно даже, видите, цветом другое стало. Так, а что происходит на лице сейчас? Особо ничего. Какое-то чуть-чуть, что ли, покалывание непонятное. И, короче, я начинаю. Легкое покалывание есть. Вот так сейчас я сделаю вот этим вот мыльчиком. Вот так. Да. Вот так. Как бы мы его просто нанесли, оно есть. И обратно положили. Теперь беру и начинаю массировать. Так, опять мыло много, что ли? Мыло много, как будто. И ничего не происходит. Так. А здесь уже... Сейчас я накапаю. У меня выдавливается, видите? О! 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 Угу. О! Еще выдавим. Ага. Пошли работать, скрабировать. Носик. Хороший скрабик. Так вот. Угу. Хорошенечко. Прям, знаете, чувствуется, где мы сделали хорошо. Прям чувствуется. И прямо вот все, как... Вот все сыпется тут. Вот здесь делаем хорошо. Офигенно, офигенно. Так вот здесь вот. Угу. И краснеем? Ну, конечно, блин, даже если мы не такой скраб, а обычно сделаем, мы будем краснеть. Ааа, сваливается мой бантик. Слушайте, ну все прекрасно, что я могу вам сказать. Мне нравится. Конкретно по... 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 Теперь надо бежать все это смывать дело. Прям, ну, прям плотная скатка. Такая прям плотная, хорошая скатка. Пошла помой личико и приду, поделюсь ощущениями. Ощущениями. Я же еще шею хотела сделать. Близко воблизи, смотрите, как это. Видите, да? Я вот хорошо вот здесь. Носик хорошо вот тут, потому что вот тут у нас поры постоянно. Вот тут вот и лобик хорошенечко. Ну, то есть вот. Прошло смывать. Обалдеть, девочки, вот это да! Какое у меня чистое лицо! Во-первых, оно мягенькое. А во-вторых, оно прям скрипит. Скрипит реально. Я прям чувствую, как оно скрипит. Ему прям нужно сейчас сделать маску. Обалдеть, оно мягенькое. Как будто все поры ушли. Вот оно прям мягкое. Почему я раньше не пробовала нахрена покупать все эти скрабы? Просто! Это же три секунды делов! Блин, девочки, кто не пробовал, обязательно это попробуйте. Теперь сверху прям, я так понимаю, надо закрыть поры, там все такое. Мы делаем маску. У меня маска вот такая, корейская маска, похоже, да, там. У меня все почти корейское. Чай. Там она, короче, ухаживает, там увлажняет, все на свете делает. Не суть важна. Но лучше сужающую какую-то. Я просто не нашла маску, которая сужает поры у меня. Я взяла просто чай, да, она там проникает, что-то там делает, как всегда. Ой, девочки, возобновляю эту рубрику у себя. Давно снимала эти видео. Но понимаю, что надо, просят. Очень много зрителей за последнее время ко мне пришли именно с этих моих старых видео уходов. Можете написать даже в комментариях, кто недавно пришел за последний месяц-два с видео, где я делаю аспирин, омоложение. Аспирин, сода и лимон. Напишите, кто пришел с этого видео за последние 2-3 месяца. Я для вас. Я для вас и для моих девочек возобновляю рубрику уход в домашних условиях. Нифига себе. Нафига нам это все нужно? Сейчас мало того, что никуда не выйдешь такое. Ну, я надеюсь, все это, конечно, закончится скоро. Все эти события, да, где не выйдешь никуда, не сходишь, блин, никуда. Все дома, все дома. Ну, а с другой стороны, нафига иногда платить? Платить надо за то, что дома мы не сможем сделать. А если мы можем сделать дома такой классный уход, то зачем нам куда-то идти? Раз-два и красотки. Все, все, все пропитано. Еще на шейку намажу сейчас этот экстракт, который тут у меня остался. Да? Ну, не пойму, это тень падает на мою шею или она красная? Все, 15 минут жду. Сколько тут написано? 20-30 минут. Хорошо, 20-30 минут жду. Возвращаясь, намажем кремом лицо и посмотрим, какие красотки стали. Прямо какое-то счастье у меня внутри. И все, прошло полчаса, блин, наверное, это она уже высохла у меня немножечко. Я отвлекла, что делала видео. Так, ну что, 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 сейчас вот это вот все надо чуть-чуть, чтобы впиталось. Потом нанесу крем. И потом смогу сделать полностью свои выводы. Блин, ну, бух ты мой, она шикарная. Я, честно говоря, для меня это просто открыто. Просто. И представьте, сколько видео уже снято, и моя Кристинка это делала. И я все равно только к этому сейчас пришла, и это открытие. Я все равно. Спасибо, Санушка. Поэтому я в каком-то вообще легком шоке сейчас пребываю. Итак, сейчас у нас такая прям хочет-хочет крема. Крем я использую вот такой вот корейский. Я заказывала у Люси у моей в магазине. Она занимается корейской косметикой. Вот. И сейчас мы просто после любой масочки всегда там уходика крем надо наносить. Сейчас, Солнышко, я намажу и скажу тебе, когда уже включить звук. Вот я сейчас крем наношу и просто, блин. Нет, я не в маленьком шоке, я в большом шоке. Офигеть. Боже, что с лицом? Так у меня оно и не покраснело сильно. Вы видели? То есть у многих краснело. Боня, она вообще, по-моему, два раза говорит. Два раза делайте. Раз делали, два, но мне одного раза вообще. Вот просто под кремом я сейчас понимаю, какая у меня кожа. Просто, я вам так скажу, попка младенца. Попка младенца. Поближе. Я не знаю, будет вам что-то видно. Не смотрите на под мои глаза. Это просто я очень плохо все время смываю тушь. Я не знаю, почему. Мне лень намывать глаза. Поэтому у меня все время тушь под глазами. Но я не знаю, что вам видно, что не видно. Поры показать вам мои. У меня увеличится так. Ну, просто вот гладкость гладкая. Это я уже посмотрю в зеркале. Возможно, поры прям совсем не почистились. Но я чувствую, как очень-очень мягенько. Очень. В общем, не буду я долго делать свои выводы. Вы все прекрасно сами поняли, да. Я реально рекомендую эту штуку попробовать. И это реально очень все просто и дешево. И прикиньте, насколько мне это всего дело хватит. Представляете? До конца жизни. Ну, нет. Смотря как это... Ну, так как я делаю уходы до конца жизни, наверное. Но, так как эта рубрика у меня сейчас возвращается на канал, я буду ухаживать за лицом, за собой больше. Лицо, тело, домашние эксперименты, волосы. Все будет здесь. Поэтому, если вам эта рубрика интересна, и вы, может быть, только что попали на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Потому что впереди много интересного. Если у вас будут какие-то идеи, вы что-то боитесь попробовать, но хотели бы, только не очень трешовая. Хотя можно и трешовая. Я такая. Пишите мне в инстаграм. Здесь оставлю свой инстаграм. В директ. Пишите мне рецептики, которые вы увидите прикольные. Было бы интересно в моем исполнении. И с моим отзывом это все дело попробовать. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. И всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Мне все равно кажется, поздравляю с наступающим Новым Годом. И всех просто, без слов поздравляю. И всех с наступающим Новым Годом. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok